Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о эмоциональной вовлечённости в персонаж. Двоеточие – действия, события и даже местодействия. Например, ваш персонаж находится в морге. Я не буду умничать сейчас, я просто расскажу на своих двух примерах. Как это происходит, что надо делать и вперёд. Один раз я играла персонаж в сериале «След», играла мать, которая пришла в морг и опознавала свою дочь. Так вот, забегая вперёд, скажу, этот эпизод не вошёл в саму серию. Почему? Я пришла, там реально декорация выстроена как морг. Соответственно, вы сами понимаете, что ты уже погружаешься в эту атмосферу. Я думаю, что каждый из нас в этой ситуации будет чувствовать дискомфорт. Особенно, если в твоей жизни произошли какие-то трагедии. Ты потерял близких людей. И эта обстановка, атмосфера, она начинает давить. И так же произошло со мной. Хотела я этого или нет, я начала чувствовать дискомфорт. У меня началась паника. Плюс на столе лежала актриса. То есть я должна была опознавать эту девочку. И я здесь поступила немножко неправильно. Это я сейчас понимаю. Спустя уже много-много времени. Я поставила замену близкого мне человека, который у меня умер. И здесь эмоции просто начали зашкаливать. Что это значит? Это значит, что мои эмоции были на уровне 120%. А это значит, что все мои слова убегали из моей головы. Это надо контролировать. Я начинала дубль и запиналась. У меня слёзы, сопли. Было сложно. Я просто забывала слова. И как итог, этот эпизод не вошёл в саму серию. Грустно, печально – да, для меня, как для актрисы. Но, друзья мои, я сделала прекрасный, замечательный вывод. Никогда не зашкаливать эмоционально. То есть в эмоциях я должна быть на 80%, а 20% я должна оставлять для своей осознанности. То есть 20% моего мозга должны контролировать слова, текст. И так мне будет проще. И ещё самое главное – это то, что не надо в таких случаях, очень эмоциональных случаях, ставить свою замену. Вот что я ещё поняла. То есть не надо было отыгрывать на той девочке, которая лежала в морге. Вот она, я её опознаю, и тогда мне было бы проще и легче. А так как я поставила замену близкого человека, то у меня что получилось? Место действия – морг, уже накладка, и тут ещё близкий человек. Всё, получился эмоциональный взрыв. И благодаря тем выводам, которые я сделала, мне это помогло уже при следующих съёмках. Когда мы читали эмоциональное стихотворение, и мне поставили второго режиссёра напротив меня, такой хороший отклик она мне давала. Глаза у неё блестели, телом она тянулась ко мне и говорила всем своим видом, «Лара, я с тобой, я помогаю, я поддерживаю тебя». И ты читаешь, и слова эмоциональные, и тут отклик эмоциональный. И я понимаю, что всё, я вылетаю со словами. Я опять забываю слова. Съёмочная площадка, люди, я извиняюсь. Ничего страшного в этом нет, друзья мои, если вы вдруг запинаетесь. Вы просто можете извиниться. Я извиняюсь, я вспоминаю тот случай, включаю 80% эмоций, то есть уменьшаю эмоциональный фон, и 20% я начинаю контролировать слова в своей голове. И так я уже спокойно снимала дубль за дублем. То есть то, что надо было режиссёру, я это сделала благодаря тому, что я включила всё-таки некий контроль над словами. И ещё, не расстраивайтесь ни в коем случае. У меня было множество учеников по актёрскому мастерству, и это происходит периодически. Через это актёру надо пройти. И может быть даже пройти не один раз. Это нормально. Главное, когда вы проходите через что-то, получайте свой опыт, делайте вывод, и затем этот вывод у вас останется и пригодится при каких-то дальнейших съёмках. Весь опыт на самом деле приходит не во время обучения, а во время вашей работы на съёмочной площадке. Просто вы владеете какой-то информацией, и это уже хорошо. И на съёмочной площадке, когда вы выйдете, и у вас произойдёт сбой, вы скажете, «Ах, Лара Шум мне об этом говорила, так что ничего страшного в этом нет, я всё сниму, потому что эмоционально я буду на 80%, 20% я буду контролировать слова, и всё у меня будет замечательно. Я сделаю свои выводы». С вами была Лара Шум, коуч по актёрскому мастерству. Покупайте мою книгу «Мощный актёрский мастер-класс» или приходите ко мне на обучение. Люди, живущие в Москве, могут ко мне прийти на оффлайн обучение, а люди, живущие далеко, могут прийти ко мне на онлайн обучение. Онлайн обучением я занимаюсь уже более пяти лет. Всё. Всем пока-пока.